Здравствуйте, дорогие друзья! В современном обществе очень важно раскрывать потребности друг друга. В особенности это важно в семейных отношениях. Для женщины важны определенные потребности, чтобы мужчина их вовремя восполнял. А для мужчины важны свои потребности. Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться Виталий Кисарь, священнослужитель и семейный консультант. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Виталий, скажите, пожалуйста, какие существуют потребности у женщины? Их очень много, я знаю об этом. Их, конечно, много. Мы остановимся на основных потребностях. Конечно, они могут меняться в плане важности. Что-то одно важнее, другое менее важное. Но, тем не менее, у большинства женщин именно эти потребности являются основными. Почему важно об этом говорить? В книге «Бытие» есть интересный момент, когда Бог смешал языки всех народов при строительстве Вайлонской башни. Люди разошлись, перестав понимать друг друга. В отношении мужчины и женщины можно сказать то же самое, что мы совершенно разные люди, и мы пытаемся строить отношения, семейные отношения, выстраивать взаимоотношения, говоря на своем собственном языке или на своем собственном диалекте. То, как мы воспринимаем этот мир, то, как мы чувствуем свои потребности. И поэтому происходит вот это непонимание. Почему там люди разошлись при строительстве Вайлонской башни? Потому что перестали друг друга понимать. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, о чем мы с вами говорили, мы должны понимать, допустим, я как мужчина должен понимать, какие же основные потребности у моей жены, у женщин вообще, если говорить. На первом месте у женщин стоит потребность, мне кажется, что все это прекрасно понимают, это потребность в любви. Женщине очень важно, чтобы ее любили, чтобы ее понимали, чтобы была какая-то привязанность между друг другом. Вот это очень важно для женщины. Только для женщины, а для мужчины не настолько важно. Мы, ну, понимаете, мы по-разному воспринимаем понятие этой любви. Я же вам говорил, например. Ну, язык любви. Как я, что для меня, что я люблю свою жену. Вот я зарабатываю деньги, это говорит о том, что я люблю свою жену. Я приношу деньги в дом, это говорит о том, что я люблю свою жену. Вот если я не работаю, не зарабатываю денег, это как раз говорит, что я жену свою не люблю. И так мы затронем вначале основную потребность жены, да, женщины. в любви, расположении и привязанности. Библия так говорит, давайте мы прочитаем с вами. Колоссянам 3 глава, 19 стих. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Ефесянам 5 глава, 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится, слово боится, почитать, уважать. Мы это будем говорить, когда будем говорить об основных потребностях мужчины. Итак, слово Божье конкретно говорит, что муж должен любить свою жену. Кстати, если вы прочитаете весь Новый Завет и будете читать о взаимоотношениях мужчины и женщины, то вы больше всего встретитесь в текстах, где Бог говорит мужу, что муж должен любить жену. Почему Бог не говорит, жена, люби мужа? Жена должна мужа уважать. То есть Бог уже видел вот эту потребность. Заложен это каким-то образом. И начнем мы вот с чего. Мне хотелось бы мужчинам это разъяснить. Потому что все-таки у мужчин хорошо развито логическое мышление. И если они это поймут, они будут этим руководствоваться. И они поймут, что у них в этом есть прямая выгода любить своих жен. Женщина таким образом устроена, что если ее любишь, то есть если восполняешь ее потребность в любви, она ответит взаимностью. То есть это будет однозначно, ну давайте так скажем, 99,9 процентов. Исключение из правил всегда есть. То есть если вы любите свою жену, если вы восполняете ее потребности в любви, ну мы с вами будем говорить, что это значит любить свою жену, то она обязательно ответит взаимностью. Поэтому нужно любить свою жену. Если вы любите ее, то она вас любит в ответ. Поэтому и не написано, жены любите своих мужей. Любовь жены к мужу зависит напрямую от того, насколько муж любит свою жену. Здесь мы говорим, вот смотрите, что такое любовь, и мы будем разъяснять, как любить свою жену. Давайте мы с вами прочитаем один текст. Очень важный этот текст. Бытие 2 глава, 24 стих. Бытие 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одноплодь». Слово «прилепиться» переводится на русский язык, как «привязаться», «прилепиться», «тесно себя связать». Вот тут же можно ответить на такой вопрос. Мы не сошлись характером, мы несовместимы во взаимоотношениях. Библия однозначно говорит, что люди несовместимы. Мужчина и женщина – это противоположности две. Но слово Божие говорит, что мужчина что делает? «Прилепляется». «Прилепляется» к жене своей, связывает себя с ней. То есть это определенная динамика, определенное усилие. Так вот, давайте мы вот с чего начнем. Здесь же речь идет о ставит муж отца и мать свою и прилепится к жене своей. То есть мужчина целиком и полностью как бы ответственность за это лежит на нем, на мужчине. Каким образом он, вот ваш муж, каким образом к вам себя привязывал? Прилеплял себя к вам? Каким образом? Ну вот давайте вспомните период вашего знакомства. Да, соответственно, вот верно сказано в слове, что оставит. То есть это что имеется здесь? Как он кодек? Аня, давайте мы пока родители оставим в стороночке. Давайте вспомним, как муж вел себя, как ваш жених, да, вот еще юноша, который с вами гуляет, который с вами дружит, как он себя к вам привязывает. Что он делал? Ну это определенные действия, безусловно. То есть он, к примеру, дарит букеты, говорит ласковые, приятные слова, комплименты, помогает. Кстати, вот у меня у супруга отличный вот такой, на первоначальном этапе я уже сразу заметила, вот есть такой момент прекрасный, как оказание помощи, содействие в каких-то проблемах. Он участвовал изначально, погружаясь в мои собственные проблемы, ему было это интересно. То есть ему было интересно то, чем я живу. Я думаю, что вот как раз здесь и заключается проявление любви, когда ты живешь уже жизнью человека, вот этого человека, в которого ты влюблен. Ну можно, давай так скажем, ты же не замечала его никаких-то отрицательных сторон, да, что привязывает, значит, он ведет себя с вами, показывая вам или демонстрируя вам все свои самые лучшие стороны. Конечно, там плохое что-то может быть и появляется, и это может быть заметно, но на это не обращаешь никакого внимания. Почему? Потому что идет демонстрация каких-то вещей, которыми человек хочет вас к себе привязать. Вот у женщины очень важно, для женщины очень важно, привязанность, расположение, любовь. Почему? Потому что изначально, когда вы начинаете строить отношения, то мужчина вас к себе привязывает. И проблема заключается людей, что, или мужчин, да, мужчин, проблема заключается в том, что вот он привязывал, 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 привязал. Расслабился. А потом, выходи за меня замуж, да, я принесу тебе вот эту звезду, ты будешь там счастлива, и мы с тобой там буду любить тебя до гробовой доски. Как только женщина сказала «да» и «аминь», они расписались, там, обменялись кольцами, все, на этом все закончилось. То есть вся привязанность на этом все закончилось. А основная потребность женщины как раз заключается в том, чтобы ее привязывали, чтобы ее любили. На протяжении всей уже жизни. На протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. Поэтому, мои дорогие друзья, мужчины, вы должны понимать, что в этом у женщины потребность. Она так устроена. И это нужно проявлять на протяжении всей своей жизни. То есть демонстрируя заинтересованность. Да, вы пришли, понятно, ну, допустим, я как психолог, я понимаю, как мужчина устроен, что ему важно там побыть, немножко 20 минут там отдохнуть, освободиться от своих мыслей. Ну, хорошо, вы пришли домой, вас поприветствовали, сели, отдохнули, 20 минут прошло. Все, приходите и начинайте жену спрашивать, интересоваться, как у нее прошел день, чего она сегодня делала. Да, говорите ей комплименты. Вообще, слово «любовь» имеет несколько, на греческом языке, несколько оттенков, да, или не оттенков, а значений, несколько значений. К примеру, когда русский язык, и мы говорим «я люблю», это слово ни о чем не говорит. Допустим, «я люблю картошку», «я люблю морковку», «я люблю машину», «я люблю в поход ходить», «я люблю жену». Как это, что значит? Кого как ты любишь? Поэтому вот интересно, что греческий язык дает более полное и правильное определение этому слову «любить». Да? Я хочу вам прочитать несколько этих слов. «Людус» – потребительская любовь, греческое слово. «Мания» – любовь как зависимость. «Эрос» – страстная любовь. Чаще всего вот люди в начале своих отношений именно испытывают друг к другу вот эту страстную влюбленность. «Эрос» – желание, влечение эротическое, да. Дальше есть значение любви «агапе» – бескорыстная любовь, «сторге», «любовь, основанная на чувстве долга», «филия» – дружеская любовь и «прагма» – рациональная любовь. Итак, вот она страстная любовь у вас была, вы имели вот эти отношения, влюблены были в друг друга. Как только утихли страсти, и человеку кажется, что прошло. И любовь, соответственно, прошла. И любовь исчезла. Нет, любовь никуда не делась. Исчезло именно вот это страстное влечение. То есть вопрос в ощущениях, да? Да, да. Вот вы интересно сказали, да? Эмоциональный окрас исчез. Да, вот акцент на эроси, вот на страстной влюблённости – это то, собственно, в чём, наверное, и женщина особенно нуждается как раз-таки, да, о чём мы говорим. Это вот этот эмоциональный окрас, который важно сохранять. И отсюда, соответственно, и сексуальное влечение у женщины будет появляться. А почему это затухает? Как правильно и мужчине раскрыть вот это вот состояние, когда оно у него вдруг поутихло, да? Как ему это всё восполнять? Мы с вами обговорили период ухаживания, да, и когда вот эта страсть появляется, да, когда вот этот период ухаживания проявляется. И мы сказали, что у женщины есть потребность в этой любви. И мы говорили, что… Или мы говорим о том, что когда люди только что познакомились, они дружат друг с другом, они делают друг другу комплименты. И мы говорили, как мужчине надо делать комплименты и какие комплименты надо женщине делать. Так вот, делать комплименты мужчина должен на протяжении всей жизни, потому что это основная потребность женщины. И мы говорили, что, когда мы говорим о сексуальной близости, мы говорим, что сексуальные отношения у женщины это как кульминация, но до сексуальных отношений что-то предшествует, да, то есть эмоциональное расположение должно быть женщины к этому. А откуда оно появляется, да, она нуждается в любви. В какой любви? Агапы, да, дружественные отношения, любовь как чувство долга, то есть, да, вот все эти, что я перечислял, греческие названия этой любви. Вот, и женщина таким образом именно воспринимает любовь. Знаете, есть такое высказывание, девочка, вот растет в семье девочка, да, сколько ни проявляя к ней ласки, любви, нежности и заботы, вы никогда девочку не испортите этим. Девочку невозможно испортить любовью. Невозможно, да, невозможно перелюбить, невозможно там, переласкать ее невозможно, переговорить ей комплиментов невозможно, то есть, женщина, она остается всегда такой. Поэтому основная потребность женщины это любовь, она в этом нуждается. Это все прекрасно. Мужчина должен говорить комплименты с самого утра и до самого вечера. Появляется возможность отправить смс-ку, отправьте. Очень важно начинать доброе утро. Ну, утро наступило, да, уже важно сказать своей женщине, своей жене, что она самая прекрасная, что она, лучше ее нет на белом свете. И вот более того, знаете, когда люди в браке уже долгое время, и мы говорим о том, что сексуальная женщина расцветает там к 40 годам, и с возрастом, да, то есть от 40 и дальше, женщина очень сильно нуждается в осознании того, что она красива и желанна для своего мужа. Желанна и красива. И поэтому, ну, я уверен, что, ну, несколько слов-то можно из себя выдавить, да, я понимаю, что мужчины, они неразговорчивы. Но несколько слов любви, нежности и сказать, что ты самая лучшая, самая прекрасная, и нет никого на свете краше тебя, ну, труда никакого не составит. То есть важно мужчине говорить об этом. Женщина должна просто озвучить это. Сказать, дорогой, я хочу слышать от тебя больше комплиментов. Пожалуйста, хотя бы раз в день, там, мне говори, я люблю тебя, там, или какие у тебя красивые, там, глаза, там, любые другие комплименты. Ань, может, это покажется таким странным, да, но я считаю, что женщина, опять же, с чувством такта, с мудростью, нужно мужчине говорить о том, что, ну, может быть, это не задача жены, может быть, это стоит как-то его натолкнуть на эту информацию, что если женщине не восполнять вот эту потребность, ее основную любви, то она будет искать восполнение этой потребности на стороне, обязательно. И если она, эта потребность будет не восполнена, и она, не обязательно, что она бросится в поиск, но при появлении этого в ее жизни, да, допустим, ну, кто-то напишет ей какое-то там, я не знаю, смс-сообщение, или какой-то комментарий хороший напишет, оставит где-то в соцсетях, и это как раз будет восполнением той потребности, которая у нее есть. И мужчины есть разные, и если мужчина понимает, как устроена женщина, то он, ну, будет ей давать в том, что она нуждается. И опять мы возвращаемся к тому, что появляется в семье третий. И если женщина от вас уходит, или она вам изменяет, то, извините, то виноват в этом отчасти и тот мужчина, который не до конца понимает, в чем нуждается женщина, в чем ее потребность. Вот, поэтому, друзья мои, восполняйте потребность женщины в любви. Да, Виталий, благодарю вас, очень ценные советы. И сегодня акцент был именно на том, что женщина в первую очередь нуждается в любви и ее проявлениях. Благодарю вас. Дорогие друзья, обратите внимание на то, как женщина нуждается в проявлениях любви, как она нуждается в ваших комментариях, дорогие мужчины, как для нее важно, чтобы вы всегда отмечали и подмечали свою женщину ежедневно. Пишите нам ваши письма, я уверена, что у вас есть вопросы. Вопросы оставляйте также комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»